Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня, вашему вниманию, мы хотим предложить работу Владимира Ильича Ленина, которую он назвал «К истории вопроса о диктатуре». И начинает эту работу он с таких слов. Вопрос о диктатуре пролетариата есть коренной вопрос современного рабочего движения во всех без исключения капиталистических странах. Для полного выяснения этого вопроса необходимо знать его историю. Я хочу тут немножко остановиться и сказать, что смотрите, прошло 100 лет, потому что эту работу Владимир Ильич написал 20 октября, закончил ее написание, 1920 года. То есть даже чуть больше прошло, чем 100 лет. Но вот вопрос о диктатуре по-прежнему стоит коренным вопросом рабочего движения. И продолжает по этому поводу Владимир Ильич, кто не понял необходимости диктатуры любого революционного класса для его победы, тот ничего не понял в истории революции или ничего не хочет знать в этой области. Вот так он начал свою работу, касаясь вопроса истории диктатуры пролетариата. И продолжает так. Без подготовки диктатуры нельзя быть революционером на деле. Все этой истины не понимали социалисты, боящиеся строгих условий коммунистического интернационала. Видимо здесь имеет Владимир Ильич Третий интернационал. Боятся люди, способные признать диктатуру на словах, но не способные подготовлять ее на деле. Вот такие, как может быть, предварительные слова о диктатуре. Теперь, какой смысл лозунга диктатура Ленин так его раскрывает? Великие вопросы в жизни народов решаются только силой. Сами реакционные классы прибегают обыкновенно первые к насилию в гражданской войне. Ставят в порядок дня штык, как сделало русское самодержавие. А раз такое положение создалось, раз штык действительно стал во главе политического порядка дня, раз восстание оказалось необходимым и неотложным, тогда конституционные иллюзии и школьные упражнения в парламентаризме становятся только прикрытием буржуазного предательства революции, прикрытием того, как отшатывается буржуазия от революции. Действительно, революционный класс должен тогда выдвинуть именно лозунг диктатуры. И к расшифровке этого лозунга. Владимир Владимирович переходит так. Диктатура означает, примите это раз навсегда к сведению, господа кадеты, означает неограниченную, опирающуюся на силу, а не на закон власть. Во время гражданской войны всякая победившая власть может быть только диктатурой. Но дело в том, что бывает диктатура меньшинства над большинством, полицейской кучки над народом, и бывает диктатура гигантского большинства народа над кучкой насильников, грабителей и узурпаторов народной власти. Своим вульгарным извращением научного понятия диктатура, своими воплями против насилия слева, в эпоху разгула самого беззаконного, самого подлого насилия справа, господа кадеты воочию показали, какова позиция соглашателей в обостренной революционной борьбе. Соглашатель трусливо прячется, когда борьба разгорается. Когда победил революционный народ, соглашатель вылезает из норы, хвастливо охорашивается, язык облудствует вовсю и кричит до иступления, то была славная политическая забастовка. Когда побеждает контрреволюция, соглашатель начинает осыпать побежденных лицемерными увещаниями и назиданиями. Вот так Ленин оценивает участие соглашателей, то есть оппортунистов в диктатуре пролетариата. И говорит, что единственным, раз оппортунизм не способен, единственным до конца революционным классом современного общества, и потому передовым во всякой революции является пролетариат. Спрашивается, не вырвал ли с корнем революционный вихрь этого устоя социал-демократического миросозерцания? Наоборот, вихрь подтвердил его самым блистательным образом. Прежде всего и главным образом в том, что в период вихря применялись некоторые особые методы этого творчества, чуждые иным периодам политической жизни. Вот наиболее существенные из этих методов. Первый. Захват народом политической свободы. Осуществление ее без всяких прав и законов и без всяких ограничений. Второе. Создание новых органов революционной власти. Это советы рабочих, солдатских, железнодорожных, христианских депутатов, новые сельские, городские власти и тому подобное. Эти органы создавались исключительно революционными слоями населения. Они создавались вне всяких законов и норм всецело революционным путем, как продукт самобытного народного творчества, как проявление самодеятельности народа. Описанные нами органы власти были в зародыши диктатуры, ибо эта власть не признавала никакой другой власти и никакого закона, никакой нормы, от кого бы то ни было исходящее. Неограниченная, внезаконная, опирающаяся на силу, в самом прямом смысле слова, власть – это и есть диктатура. Но сила, на которую опиралась и стремилась опереться эта новая власть, была не силой штыка захваченного горско-военных, не силой участка, не силой денег, не силой каких бы то ни было прежних установившихся учреждений, ничего подобного. Ни оружия, ни денег, ни старых учреждений у новых органов власти не было. Но на что же опиралась такая сила, спрашивает Владимир Ильич? И отвечает, она опиралась на народную массу. Вот основное отличие этой новой власти от всех прежних органов старой власти. Те были органами власти меньшинства над народом, над массой рабочих и крестьян. Это были органы власти народа, рабочих и крестьян, над меньшинством, над горской полицейских насильников, над кучкой привилегированных дворян и чиновников. Такое отличие диктатуры над народом от диктатуры революционного народа. Старая власть, как диктатура меньшинства, могла держаться исключительно при помощи полицейских учреждений, исключительно при помощи удаления, отстранения народной массы от участия во власти от наблюдения за властью. Старая власть систематически не доверяла массе, боялась света, держалась обманом. Новая власть, как диктатура огромного большинства, могла держаться и держалась исключительно при помощи доверия огромной массы, исключительно тем, что привлекала самым свободным, самым широким и самым сильным образом всю массу участия во власти. Вот отличие власти диктатуры пролетариата. То есть, говорит Владимир Ильич, это есть диктатура именно революционного народа. Почему только революционного, а не всего народа? Потому что во всем народе страдающим постоянно и самым жестоким образом есть люди, забитые физически, запуганные, люди, забитые нравственно, например, теории о непротивлении злу насилием, или просто забитые не теорией, а предрассудком, обычаем, рутиной, люди равнодушные, то, что называется обыватели, мещане, которые более способны отстраниться, от острой борьбы, пройти мимо и даже не спрятаться. Вот почему диктатуру осуществляет не весь народ, а только революционный народ, нисколько не боящийся, однако, всего народа, открывающий всему народу причины своих действий и все подробности их, привлекающий охотно весь народ к участию не только в управлении государством, но и во власти и к участию в самом устройстве государства. Вот почему только революционный народ должен установить диктатуру. И возвращается к вопросу о насилии Владимир Ильич. Он говорит, хорошо ли это, что народ применяет такие незаконные, неупорядоченные, непланомерные и несистематические приемы борьбы, как захват свободы, создание новой, формально никем не признанной и революционной власти, применяет насилие над угнетателями народа. Да, это очень хорошо. Это высшее проявление народной борьбы за свободу. Это та великая пора, когда мечты лучших людей России о свободе притворяются в дело самих народных масс, а не одиночих героев. Первые нюансы принимали и принимают марксизм за исключением его непосредственно революционной стороны. То есть, те, кто пытается сейчас через парламент добиться власти. парламентскую борьбу они рассматривают не как одно из средств борьбы, пригодное особенно в определенные исторические периоды, а как главную и почти исключительную форму борьбы, делающую ненужным насилие захваты диктатуру. Почему мог возникнуть такой взгляд? Потому что он самым глубоким образом соответствует классовому положению и интересам мелкой буржуазии. Интересы буржуазии требуют участия пролетариата в борьбе с самодержавием, но только такого участия, которое бы не переходило в главенство пролетариата, только такого участия, которое бы не устраняло совершенно старых самодержавно-крепостнических и полицейских органов власти. Буржуазия хочет сохранить эти органы, лишь подчинив их своему непосредственному контролю. Они нужны против пролетариата, которому слишком облегчило бы его пролетарскую борьбу, полное уничтожение этих органов. Вот почему интересы буржуазии как класса требуют и монархии, и верхней палаты, требуют недопущения диктатуры революционного народа. Борис самодержавием говорит буржуазии пролетариатам, но не трогай старых органов власти, они мне нужны. Борис парламентский, то есть в тех пределах, которые я предпишу тебе по соглашению с монархией. Борис посредством организаций, только не таких, как всеобщие статчечные комитеты, советы рабочих, солдатских депутатов и тому подобное, а посредством таких, которые признает и ограничивает, обезвреживает по отношению к капиталу закон, изданный по соглашению с монархией. Буржуазия в гуще огня боится повторения вихря, то есть революции. Почему она игнорирует и затушевывает элемент нового революционного кризиса? Почему поддерживает и распространяет народе конституционные иллюзии? Дело в том, что в анализе свойств того или иного периода, что именно революционные периоды отличаются большей широтой, большим богатством, большей сознательностью, большей планомерностью, большей систематичностью, большей смелостью и яркостью исторического творчества по сравнению с периодами мещанского кадетского реформистского прогресса. Наступает период непосредственной политической деятельности простонародья, которое попросту, прямо, немедленно ломает органы обнетения народа, захватывает власть, берет в себе то, что считалось принадлежащим всяким грабителем народа. Одним словом, когда именно просыпается мысль и разум миллионов забитых людей, просыпается не для чтения только книжек, а для дела, живого человеческого дела, для исторического творчества. Вот этой мыслью я хочу закончить работу, то есть практически это уже окончание работы. Вот, я думаю, что из того, что Владимир Ильич нам преподнес в 2020 году много очень даже полезно на сегодняшний день.